Сегодня мы поговорим о рекомендациях протокола СИОП в отношении проведения оперативного этапа лечения. В начале моего доклада мне придется чуть-чуть повториться, о чем сегодня уже говорила Маргарита Борисовна, Лев Николаевича, лучевой диагностики. Золотым стандартом начала лечения опухолей у детей является предоперационная химиотерапия, которая способствует тому, что уменьшается объем опухолевой массы, уменьшаются или исчезают отдаленные метастатические очаги. Для нас, как и для хирургов, очень важно уменьшение объема и протяженности опухолевых тромбов, которые могут быть в почечной вене, в нижней половине и распространяться до правого предсердия. Поэтому обязательно проведение предоперационной химиотерапии. Обязательно проведение после курса предоперационной химиотерапии, это предоперационное обследование, для того, чтобы определиться опять же с объемом опухолевой массы, с взаимоотношением опухоли с сосудами, с окружающими мягкими тканями и выбрать соответствующий адекватный объем оперативного вмешательства. По срокам оперативного вмешательства, тут все, тоже уже об этом сегодня говорили, это при локализованных стадиях, это пятая, шестая неделя, при четвертой стадии, седьмая, восьмая, и лечение билатеральных опухолей. Это чисто индивидуальный подход к проведению оперативного этапа лечения, который должен быть проведен после минимум 12 недель предоперационной химиотерапии. Ну, теперь уже непосредственно о том, как должно выполняться оперативное вмешательство при опухоле ВИМСа. На сегодняшний день доказано абсолютно, что абсолютно адекватным доступом для проведения нефрактомии у детей являются поперечные трансадоминальные доступы. Эти доступы позволяют, это широкие доступы, они позволяют адекватно подойти к опухоли, произвести ревизию, выделить сосуды. При локализации опухоли, при больших объемах опухолевой массы, при распространении опухоли на диафрагму допустимо выполнение торако-абдоминальных доступов. В отличие от обычной урологической хирургии в детской онкологии, на первом этапе всегда происходит выделение и перевязка магистральных сосудов, что позволяет, прежде всего, избежать распространения опухолевых клеток при работе на органе, пораженном опухоли, снизить внутрипочечное давление, снизить внутриопухолевое давление. Поэтому, прежде чем, первое, это выделение сосудов. На первом этапе выделяется артерия, вторым этапом выделяется вена. В дальнейшем, в дальнейшем происходит работа непосредственно выделения всего органа, пораженную опухоли. По разным авторам, в 4,11% случаях возможно распространение опухоли Вилмса, тромб, в котором может возникать... А, что тут? Нужно нажать, чтобы стрелка была. А, верхняя? А, тромб, ограниченный почечной веной. Тромб, ограниченный... Выход тромба из почечной вены в нижнюю полую вену, но не распространяющийся выше печеночных сосудов. При такой локализации тромба оперативное вмещательство довольно сложное, но оно выполнимо. В обычных онкологических стационарах в случае, если это почечная вена, пристеночная резекция нижней полой вены с устьем почечной вены, соответственно, с тромбом. При локализации опухоли ниже печеночных сосудов, ниже диафрагмы, возможность резекции части стенки вены и с удалением тромба. В тех случаях, когда тромб, ну, бывают тромбы баллотирующие, пристеночные, фиксированные. Если в случае фиксированного тромба, который обтурирует просвет вены, возможно даже в этих всех ситуациях выполнить удаление опухоли с почкой, с резекцией части вены, с протезированием. Это уже такие тонкости, о которых я не буду говорить. Но вот самая сложная проблема – это при наличии опухолевого тромба, который уходит за пределы высшей диафрагмы и может распространяться до правого предсердия. Эти ситуации, конечно, очень редкие. И здесь при решении вопроса о оперативном этапе лечения, здесь, конечно, должен быть мультидисциплинарный подход. Вот обязательно это ситуация, в которой мы должны работать вместе с кардиохирургами, потому что удаление таких тромбов требует экстракорпорального кровообращения. В дальнейшем, после того, как перевязаны сосуды, опухоль должна быть удалена единым блоком, обязательно с паронефральной кричаткой. В случаях, если опухоль не контактирует с надпочечником, надпочечник может быть оставлен, отделен от опухоли. Но в тех случаях, когда опухоль локализуется в верхнем сегменте почки, обязательно всегда удаление надпочечника, потому что это может явиться причиной дальнейшего местного рецидива. В двух процентах случаев опухоль вируса может распространяться в мочеточник, поэтому обязательное условие – это выделение, перевязка и отсечение мочеточника максимально дистально. Не допускается резекция мочеточника на уровне лоханки. Для правильного стандирования опухолевого процесса, о котором сегодня уже очень много говорили, необходима биопсия лимфатических узлов. Это могут быть воротные, параортальные или параковые. Необходима эта биопсия для того, чтобы четко выставить диагноз морфологический, установить стадию заболевания. И недооценка состояния лимфатических узлов при операциях при опухолевинуса иногда ухудшает все наши возможности в дальнейшем. В некоторых случаях возможно проведение органосохранных вмешательств. Но на сегодняшний день, в отличие от взрослой урологии, при которой очень часто происходят резекции почки в детской онкологии, особенно при опухолевинусах, этот вопрос остается дискутабельным. Так, таковых показаний к проведению резекции почки по поводу опухолевинуса не существует. Это не относительные показания. Это те возможности, при которых возможно рассмотреть пациента для проведения какого-то органосохранного вмешательства. Но, если говорить в процентном соотношении у детей, резекции почки при односторонней локализации, это пока мы говорим односторонней, это где-то в среднем встречается в 5-7% случаев. В основном преимущественно выполняется удаление всей почки пораженной опухоли. Риск резекции почки, что самое важное для нас, как для онкологов, это неадекватный край резекции, который нам сообщают в дальнейшем морфологи. Поэтому тут очень вероятен риск развития рецидива. И вот внизу, не буду перечитывать, указано, что рекомендует протокол СИОП, каких пациентов, у которых действительно необходимо выполнять резекцию почки, а не удалять весь орган. К сожалению, по рекомендациям СИОПа противопоказаний для выполнения органосахаральных операций больше, чем тех возможностей, при которых мы можем эту операцию рассмотреть как адекватный метод лечения. Очень сложная проблема для нас, как для сирогов, это двусторонняя опухоль юнца. Как я уже говорил, это подход чисто индивидуальный. Все дети рассматриваются в двух плоскостях. Это пациенты, которым возможно выполнить двухмоментные операции, и те дети, которым возможно выполнить одномоментную операцию. Ну, что подразумевает между собой слово двухмоментное. То есть, предположим, ситуация, когда предоперационная химиотерапия способствовала тому, что в одной из почек есть возможность сохранить максимальное количество здоровой почечной паренхии для того, чтобы почка в дальнейшем работала. И на первом этапе мы выполняем попытку резекции на наименее пораженном органе. В дальнейшем, получаем гистологическое заключение, проводится еще один-два курса химиотерапии и оперативный этап на наиболее пораженном органе. Есть ситуации, учитывая, что дети неплохо отвечают на предоперационный курс химиотерапии, возможно, опять же повторюсь, выполнить детям органно-сохранную операцию одномоментно с двух сторон. Но, к сожалению, для выполнения данных видов этой операции тоже существует очень много «за» и «против». Ситуации, опять же, при билатеральном поражении, когда, к сожалению, у нас нет возможности сохранить ни одну почку. И в этой ситуации нам приходится ставить показания о переводе пациента в реноприимное состояние, соответственно, с переводом пациента на гемодиализ. Протокол СИОП рекомендует выполнять трансплантацию у таких пациентов после двух лет ремиссии. То есть эти дети должны все равно получать химиотерапию, но получать при этом гемодиализ. Сегодня мы тоже уже говорили о метастатическом поражении. Размеры количества очагов в легких не влияют на объем оперативного вмешательства в перечнем очаге. Не допускаются героические резекции легких. Это все же должно быть более сохранение легочной ткани адекватное. При метастатическом поражении печени также это все экономные резекции, расширенные резекции не рекомендуется. Ну вот такой очень интересный специальный слайд сделал, потому что для морфологов, я думаю, что нам расскажут морфологи в дальнейшем, что не надо все грузить в одну бочку. Все, что мы удаляем, должно быть разделено по емкостям и все должно быть отмаркировано. Это очень важно, потому что иногда возникают вопросы, откуда материал, где его взяли, с какой стороны удалили. Поэтому я считаю, что это очень важный для нас всех момент, как для хирургов, что мы должны понимать, что мы делаем и что мы в конечном итоге получаем от этого всего. Ну и я считаю, что такая плотная командная работа всех морфологов, лучевых диагностов, онкологов, хирургов приводит к тем положительным результатам, которые мы на сегодняшний день имеем в лечении обухолевом. Большое спасибо. Вячеслав Борисович, у кого-нибудь есть вопросы? Да, пожалуйста. Вячеслав Борисович, у кого-нибудь есть вопросы? Вячеслав Борисович, у кого-нибудь есть вопросы? Нижние полы вены. До уровня печёночных вен убирали эту опухоль, но кровоток по вене мы не получали в послеоперационном периоде за счёт того, что у ребёнка уже сформировано коллатеральное кровообращение. Это детский организм, это особенности детского организма, что на вот такие тяжелые воздействия дети формируют коллатераль сразу же. И на сегодняшний день вот об этом пациенте, который я вам говорю, он жив, здоров, все хорошо, кровообращение есть абсолютно. И второй вопрос, я, извините, прослушал. А, это был один из вопросов. Еще есть вопросы? Слава Париж. Пару слов о вашем отношении к лапароскопическим операциям по поводу опухоли Виланса. Ну, мое личное мнение, это вопрос тоже очень дискутабельный. Да, это сейчас, я бы сказал, это мода, сделать все лапароскопически. Но мое личное отношение, я крайне негативно к этому отношусь. Почему? Потому что, насколько, зная, какие бывают размеры опухоли в животе, которые могут занимать из одной почки исходить объем, который занимает всю брюшную полость человеческого организма, говорить о каких-то малоинвазивных вмешательствах, как момент какой-то диагностики, я согласен, да. Вопрос, предположим, первая стадия, там опухоль полюсная, там в диаметре не более полутора-двух сантиметров. Ну, может быть, тоже, но таких пациентов очень мало. В основном пациенты поступают с довольно большим объемом опухолевой массы и говорить о том, что это можно все удалить лапароскопически, можно перевязать сосуды, выделить, все. А как такой объем удалить из живота? Ну, если только кускованием, ну, тогда нам наши уважаемые маркфологи скажут, ребят, вы что творите? Вот что там сделали? И что вы убрали? Поэтому, мое мнение, я считаю, что это на сегодняшний день в нашей стране, это еще не совсем развитые меры.